В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Форум здравоохранения. Башкортостан готов присоединиться к проекту лекарственного страхования. Негативное влияние отмена госпрограмм приведет к росту ставок по ипотеке. И лучшие из лучших сегодня в отеле Шаратон Уфа подведут итоги конкурса предприниматель года. Минздрав Башкортостана планирует присоединиться к проекту лекарственного страхования. В рамках этой системы пациенту на амбулаторном лечении частично или полностью могут компенсировать стоимость лекарств. Об этом сегодня на форуме индустрии здравоохранения сообщил заместитель министра здравоохранения республики Рамил Хамитов. Государство, наверное, на сегодняшний день не готово полностью финансировать данный объем помощи. Ну, для примера скажу, что 30-40 больных будут съедать весь бюджет республики и федерации. То есть это дорогостоящие лекарственные препараты. Нужно, конечно же, заниматься импортозамещением, создавать данные производства, снижать цены и, конечно же, отработать механизмы рисшеринга. Кроме этого, Минздрав Республики совместно с госпредприятием Башформация реализует проект по открытию аптечных учреждений в отдаленных населенных пунктах, которые смогут обеспечить население льготными лекарственными препаратами для тяжелобольных и инвалидов. В пилотном проекте шесть таких пунктов. Помимо этого, несколько поликлиник участвуют в пилотном проекте по выписке электронных рецептов. Отмена госпрограмм субсидирования ипотеки может привести к росту ставок по жилищным кредитам, считают эксперты рынка. Программы завершаются в конце года и информации об их продлении пока нет, как нет и данных о планах Центробанка по снижению ключевой ставки, которая влияет на проценты по ипотеке. За 9 месяцев 2016 года в Башкортостане выдано более 21,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Это более чем в полтора раза выше аналогичных показателей прошлого года. Рост выдачи ипотечных займов в одном из крупнейших кредитных учреждений Россельхозбанке еще больше в 2,5 раза. Объемы выдачи за 9 месяцев превысил 2 миллиарда рублей против 850 миллионов годом ранее. Также в Россельхозбанке отмечают, что доли первичного и вторичного жилья при ипотечных сделках практически сравнялись. Такой рост обусловлен собрежением ценовых трендов сегмента новостроек и вторичного рынка в связи с популярностью программы, прежде всего, программы государственной поддержки ипотечного кредитования. Данная программа стала очень хорошим толчком к оживлению рынка. Она поддержала строительную отрасль, поддержала население и приобретая такое жилье, первичное жилье на рынке, такие условия кредитования стали, конечно же, более доступными для населения. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Доллар и евро вновь демонстрируют разнонаправленную динамику. Курс американской валюты по отношению к российской незначительно увеличился на 3 копейки, 63,91. Европейская, напротив, подешевела на 19 копеек, 68,5 рублей. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Промтрансбанке за 63,25, продажа в БКС-банке за 63,64. Отмечу, что кредитная организация может взимать комиссию до 2% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Банке образования за 68,11 рублей, по продаже в Альфа-банке за 68,5 рублей. Сегодня в отеле «Шаратон» пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года-2016». В этом году 10 номинаций. За победу в них боролись 35 бизнесменов со всей республики, которые вышли в финал конкурса. Всего же организаторы получили более 100 заявок. Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешных субъектов малого и среднего бизнеса, которые внесли особый вклад в развитие предпринимательства в Башкортостане. Участниками «Предприниматели года-2016» по традиции станут бизнесмены, зарегистрированные на территории региона и работающие не менее двух лет. Организаторы крупного события Ассоциации Организаций предпринимательства Республики, Торгово-промышленная палата Башкортостана, Деловая Россия и наш телеканал РБК Уфа, который учредил специальный приз в номинации «Инновационный прорыв». Далее московская студия РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова